МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие студенты! Мы продолжаем нашу работу. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Так, ну что, ребят? Сегодня у нас с вами поставлен один очень важный вопрос. Далеко ли мы ушли от обезьяны? Задавая вопрос этот, в принципе, мы с вами на него уже ответили, потому что всем вам известно, и большинство из вас не сомневается нисколечко о том, что мы с вами произошли от обезьяны. Поскольку это наши самые ближайшие родственники, вот посмотрите перед вами несколько картинок, которые достаточно хорошо вам известны. Здесь замечательные существа, наши ближайшие с вами родственники. И, естественно, когда мы говорим, далеко ли мы ушли от обезьяны, конечно же, не хочется, честно говоря, выглядеть и быть похожими на этих обезьян, как бы они милые нам ни были. Хотя вы прекрасно знаете, что в настоящее время, когда мы с вами можем высказывать свою точку зрения, мы можем говорить о том, что я считаю, что несколько по-другому обстоит дело. Конечно, существуют другие теории, другие мнения о том, от кого же произошел человек. И вы, наверное, прекрасно знаете и слышали о том, что есть, например, инопланетная теория происхождения человечества, о том, что якобы с какого-то космического тела спустились инопланетяне и запустили на нашу с вами Землю людей. И мы до сих пор находимся в поле зрения в качестве экспериментальных лабораторных существ. То есть это были готовые уже люди? Совершенно верно. То есть не надо было эволюционировать? Одна из древнейших позиций в отношении человека – это, конечно, божественная теория. Имеет место ряд других таких вот подходов, когда действительно не всегда согласуется это с основной теорией, теорией, которую в свое время, так сказать, предложил замечательный, выдающийся ученый Чарльз Дарвин, теория происхождения человека от примитивных, так сказать, приматов, которые в настоящее время до сих пор продолжают существовать вместе с вами на одной планете. Следующий. Вот здесь показаны, скажем так, те самые основные моменты, которые окончательно доказывают, что действительно мы с вами имеем общего предка. И то, что мы с вами относимся в систематическом отношении, то есть вот в неком порядке, который существует в биологии, человек тоже занимает свое определенное место, систематическое положение. И если вы помните, человек даже по латыни получил название. Может быть, кто-то помнит, как называется человек? Совершенно верно. Совершенно верно. Хомо сапиенс, молодцы, ребят. Так, следующее. И вот эти вот характеристики приматов, или обезьян мы, так сказать, в быту называем, вот они здесь представлены. И, конечно же, без всяких сомнений, в настоящее время вот эта естественная теория происхождения человека от приматов, оно научно доказанное, и насколько бы ни была широта взглядов, как бы люди ни считали, другие имеют точки зрения на этот счет, в настоящее время только эта теория научно доказанная, и, соответственно, ее придерживается большинство, естественно, передовых ученых. Ну и, соответственно, мы с вами признаем именно ее. Так, следующее. Но, говоря о современном человеке, вот мы с вами живем в крупных городах, живем с вами в условиях, которые совершенно далеки от тех условий, в которых когда-то жили примитивные наши предки и наши обезьяноподобные предки. Это, в первую очередь, конечно, вот то, что принесла нам с вами цивилизация, которую, собственно, мы с вами и создали. И, говоря вот об этих вещах, автомобили, предположим, наука, промышленность, космос, все то, что сейчас подвластно человечеству, естественно, когда-то, ну, не то, что не снилось, это, так сказать, просто даже не могло и прийти в голову нашим примитивным, скажем там, предкам, не говоря уж о том, что это могло прийти в голову обезьяноподобным приматам. Так, следующее. Однако, тем не менее, это так. Так вот, многие сейчас рассуждают о том, если мы с вами подчиняемся вот этому, вот этой теории естественного происхождения человечества, естественно, встает и вопрос, а мы сейчас с вами развиваемся, как вы считаете? Конечно, мы тоже с вами продолжаем развиваться. Так вот, вопрос такой, а в какую сторону мы с вами развиваемся? Что у нас еще нужно развить, чтобы дальше пойти? Ну, например, даже самое элементарное сравнение, например, с людьми, которые жили 100 лет назад, например, в начале прошлого еще тысячелетия, столетия, они, естественно, совершенно отличались от нас. Ну, например, вот ваш возраст, детский возраст, абсолютно точно уже доказано и приведена масса примеров о том, что дети столетней давности были значительно мельче вас. То есть они были меньше, у них совершенно, так сказать, другие были, так сказать, параметры в строении их тела, совершенно другие, так сказать, были морфологические, или мы говорим, морфометрические признаки. И это реально. Дальше. Вот сейчас только что, или вот сейчас очередная волна идет, так называемая волна простудных заболеваний. Вы прекрасно знаете, что опять в школы будут карантин, на предприятиях все мы будем хлюпать, сапельки свои потирать и так далее. Так вот, вы знаете о том, что 100 лет назад люди, заболевшие гриппом, умирали. Умирали, потому что у них не было вот тех приспособлений, адаптаций, которые позволяли бы им выжить. Вот от такой, казалось бы, с нашей точки зрения, очень простенькой болезни. Мы с вами пару хлюпаем носами и продолжаем даже ходить в школу. Мы с вами даже на улицу можем бегать и спокойно через недельку все равно вылечиваемся. То есть вот посмотрите, вот в чем развитие. Мы с вами уже достигли того, что мы можем спокойно перебороть многие болезни, которые когда-то считались смертельными. Это тоже говорит о том, что мы с вами развиваемся. Так вот, человечество нас, по всей видимости, ждет нечто подобное. Ну, это может быть несколько карикатурно выглядят, вот эти картиночки. Но вот американцы попробовали смоделировать, что же будет с человечеством в перспективе. С учетом образа жизни, с учетом того, как мы с вами относимся, ну, так сказать, к своему здоровью, к сожалению, не всегда вот правильно. Ну вот, homo computers, нечто подобное, по всей видимости, может быть и будет. Это, конечно, гипотетически, это фантазии, но в этом есть и доля истины. Дальше. И вот теперь наш основной вопрос. Далеко ли все-таки мы ушли от своих предков? Да, конечно же. Глядя на современного человека и сравнивая приматов, предположим, древних, конечно, мы далеки. Может быть, даже кому-то хотелось бы, даже не хотелось бы видеть в качестве своих предков обезьян. Ну, например, было бы приятно ощущать себя, например, если бы мои предки были львами, да, или орлами, вот, ну, что-нибудь такое основательное. А тут какие-то обезьяны. Так вот, мы все-таки ушли от них, и действительно, хотя бы внешне мы на них уже мало чем похожи. Ну, глядя на каждого красивого человека, вряд ли ты в нем, так сказать, увидишь эту обезьяну. Но, тем не менее, оказывается, мы с вами начали говорить о том, что эволюционный процесс продолжается, мы с вами изменяемся, но при этом те качества, те признаки, те особенности, присущие, которые были нашим предкам, они, оказывается, продолжают существовать в нас и сохраняются. Следующее. Начнем вот с самого простого. Вот это вот слово хоминг, ну, кто английский знает, могут очень легко расшифровать, хоминг означает дом, ну, чувство дома, если перевести дословно для нас. Так вот, это чувство дома, оно, оказывается, присуще любому живому существу. И в настоящее время вы можете привести любое животное, которое, может быть, только вам хорошо известно, для которого присуще это чувство дома. Что это означает чувство дома? Это значит, у каждого из вас, у каждого человека есть место где-то, где вы считаете его собственным домом. Вот это же выражение «я хочу домой», например, да? Вы отдыхаете где-нибудь в очень хороших условиях, где-нибудь на берегу моря и солнца и все, но проходит неделя, вы говорите «я устал, я устал, я хочу домой», в школе вы учитесь и опять бегом бежите домой. То есть в этом плане вот это чувство дома, оно присуще любому живому существу, в том числе и для нас с вами это не менее того. Мы прекрасно знаем, что мы в любое время можем сесть в самолет, купить билет и улететь в любой уголок земного шара. Однако, каждого из нас все равно тянет домой. И вот это чувство дома, оно, оказывается, крепко сидит нас и сидит настолько, что мы с вами постоянно вот это ощущение, этого чувства испытываем. Вот скажите, ребят, кто-нибудь, вот буквально несколько примеров. Где бы вы хотели жить? Какой бы вы дом себе и где бы вы этот дом построили? Синь, пожалуйста. Я бы хотела жить в своем доме. Да, а где этот дом вы хотели бы видеть, построить? Где его хотели бы? В своей стране, на своей родине. Замечательно. А что вокруг должно быть? Я конкретизирую немножечко. Давайте, ребят. Говорить? Да, конечно. Меня зовут Миша. Я бы хотела, чтобы дом был на берегу моря. Все там было красиво. Ага, так. Замечательно. Еще кто-нибудь, пожалуйста. Я бы хотела жить тоже около берега моря, но вокруг этого дома были деревья. Ага. Отлично. Ребят, на этом остановимся, потому что практически два вопроса, они попали в самую точку. Почему? Вот, посмотрите. Ну, например, не всегда у нас есть право выбора. Бывает так, что вам дают возможность купить землю, построить дом где-то. Не всегда так, чтобы устраивало все. Так вот, выяснено следующее. Ну, вот если взрослые здесь могут подтвердить это, пожалуйста, с удовольствием послушаем и ваше мнение, если так это позволено. Например, если мне дадут участок где-нибудь в лесу, то есть выделят мне участок и скажут, вот здесь строй свой дом. Что начинает делать человек на этой участке, на этой территории? Так, пожалуйста. Наверное, убирать будут лишние деревья или построить свой дом ближе к опушке. Так ведь? Хорошо. Если мы с вами построим дом, например, на чистом голом поле, что мы с вами будем делать? Совершенно верно. Нет. Вот правильно сказали, ребят. Они будут засаживать этот участок деревьями. Посмотрите, что получается. Мы с вами получаем лесной участок, мы его стараемся обезлесить. Если мы заселяемся на территории совершенно голой от деревьев, мы начинаем его засаживать деревьями. И вот тут как раз ответили на этот вопрос сами ребята. Вот два человека отвечали, и они точно сказали, если я буду жить на берегу, я бы хотел для начала жить там, чтобы было открытое и чтобы была вода. Ну, не будем говорить море или большая река в любом случае. А другой ответ был сказан, другое мнение было сказано о том, что я бы обязательно, чтобы где-то были деревья. Как вы думаете, случайно это все или не случайно? Ведь ребята не знали этого вопроса моего. Так вот, практически мы все так примерно и думаем. Почему? Почему нам все время хочется жить в том месте, где есть и деревья, и есть вода? А вот теперь давайте посмотрим вот на эту картиночку, вот на этот слайд. Вот перед вами замечательная живописная картинка. Речка, редкие дерева, зелень, красота. Вот здесь, если бы у меня был дом стоял, я бы вообще был на пределе счастья. Я думаю, каждый из вас, да? А вот смотрите, рядышком я поместил картинку, где показаны саванны Африки. То есть редколесье, небольшая речка, открытое пространство. Это как раз те самые места обитания наших предков, которые дали начало современному человеку. То есть мы с вами изначально вот этого чувства дома, чувство того, что тебе приятно глазу и что приятно для твоей души, вот оно, оказывается, заложено еще вот с тех самых незапамятных времен, когда еще мы были совсем дикими обезьянами. Так, следующая картинка, будьте добры. Теперь, давайте теперь посмотрим на то, как себя человек вел и что, собственно, мы насколько далеко ушли. Вы знаете о том, что большинство приматов, обезьян, они занимаются собирательством. То есть они подбирают все подряд и едят все, что под руку попадет. Вот наши предки, древние люди, тоже до того, как были охотниками, они тоже долгое и длительное время были собирателями. И собирали все, что также попадет в их, так сказать, руки. И все это было съестно. И сейчас человечество, как это ни смешно, как это ни звучит, может быть, невероятно, мы с вами это чувство собирательства сохранили до сих пор от своих предков. Пожалуйста, следующую картинку. Ну, например, древние люди, они, естественно, собирали что? Для того, чтобы это съесть, для того, чтобы пропитание достать своим близким, детям, естественно, слабым, своим сородичам. Так вот, оказывается, пристрастие во многих продуктах, которые мы потребляем в настоящее время, оно к нам пришло с тех самых незапамятных времен. Ну, вот посмотрите, кисломолочные продукты. Что такое кисломолочные продукты? Ну, смотрите, большинство из вас очень грамотные и уже прекрасно знают, что это такое. Да, они могут даже научные понятия дать. Это вещи, сделанные из молока. Совершенно верно. То есть молоко, которое скисло под действием бактерий, микробов и так далее. То есть в этом плане творог, сметана, ряженка и сыры – это все кисломолочные продукты. Ведь это продукты, которые, ну, сказать, что уже находятся на стадии разложения, как сказать, у меня язык не поворачивается. Но, тем не менее, это факт. Так вот, люди древние, древние еще приматы, тоже самое подбирали практически все, что скисало, начинало портиться. Особенно ягоды, фрукты и так далее. Никто из вас сейчас не будет есть испорченное, так сказать, уже присневевшее яблоко. Но изначально истоки были оттуда. Дальше. Поедание рыбы, поедание мяса. У нас даже считается деликатесом в очень, так сказать, изысканных ресторанах, там, предположим, на каких-то солидных приемах поедать мясо не совсем до конца прожарено. То есть вот эта вот страсть и вот это вот желание и возможность все это переработать у нас сохранилось до сих пор. Следующее. А посмотрите, вот перед вами несколько картинок. Я уж позволил себя и поместить тоже вон с грибами. Вот скажите, вот эти все продукты, они сейчас в огромном количестве магазинах. Каждый из вас вместе с родителем, вы можете пойти купить все, что хотите. Зимой вы можете купить ананасы, любые ягоды и так далее. Вы можете купить и грибы, и все, и орехи. Но мы с вами должны удовлетворить вот эту страсть. Мы должны выехать на природу, нам это нравится. И мы это делаем с огромным удовольствием. Скажите, пожалуйста, кто из вас ни разу не собирал ни ягод, ни грибов, ну, наверное, что есть такие, кто ни разу не выезжали? Безобразие. Ну, наверное, у вас еще все впереди, я так думаю. У вас еще будет возможность. Вы детям потом скажете, что, ну, все в зале уже и грибы собирают, и ягоды. Конечно, конечно. Следующий, пожалуйста. Однако, смотрите, мы с вами еще дальше пошли. Понятное дело, нам сейчас все это можно достать, и не обязательно только заготовками заниматься и питаться только грибами, ягодами и орехами. Страсть к собирательству, она у нас сидит настолько крепко, что каждый из вас, я думаю, и у вас тоже самое. Здесь определенное хобби, здесь определенное увлечение, вы с удовольствием собираете все, что угодно. Даже вот крышки там из-под лимонада, там кто-то собирает кофточки, кто-то собирает значки и все, что хотите. То есть это у нас с вами четко наша страсть к собирательству осталась от наших предков. Следующее. Теперь посмотрим, давайте, на некоторые поведенческие моменты, которые, ну, скажем, ближе к биологии человека. Вы знаете, ой, пардон, вы еще только это узнаете, существует в биологии так называемый биогенетический закон, который гласит о том, что мы пока с вами развиваемся, мы пока с вами растем, мы с вами повторяем признаки своих предков. Вот давайте посмотрим, насколько это закрепилось или сохранилось до сих пор в нашем с вами человеческом обществе. Следующее. Ну, например, наши предки бегали, скакали по ветвям деревьев. Качество это использование только передних рук для лазания, называется брахиация. Так вот, это в нас сидит очень крепко. Ну, например, ни одна собака, ни одна лошадь, какая бы она умная ни была, она никогда не сможет забраться на дерево. Потому что у нее конечности устроены совершенно для другого передвижения, способа передвижения. У нас с вами сохранились наши руки. Видите, мы с вами большой палец отставляем в сторону для того, чтобы был вот такой вот захват. И это придает крепость тому, что вы держитесь прочно на ветвях. Вы скажете, зачем нам это нужно? Зачем? Мы с вами все равно на деревья уже не полезем. Правильно. И слава богу, полезут ребята, если увидят что-нибудь интересное только. Или с высоты посмотреть, что же там впереди. Так вот, это качество, как говорится, природа нам оставила на всякий случай, если говорить образно. Вдруг нам это понадобится. Но нам это уже понадобилось. Потому что мы с вами своими очень ловкими пальцами можем манипулировать и проводить массу всяких, делать разных операций, как раз используя гибкость и хваткость своих передних конечностей, в первую очередь рук, конечно. А вот что касается спортсменов, акробатов, то для них это их, как говорится, жизнь. Потому что они в данном случае используют это постоянно, совершенствуют, так сказать, даже эти навыки. Следующее. Вот, пожалуйста, вот перед вами картиночка там гиббон и рядом спортсмен, который на перекладине совершает такие пируэты, которые, ну, снятся даже тем же самым обезьянам. Следующее. Следующий момент. Следующий момент связан с четвероногостью. Действительно, если мы с вами посмотрим на свое развитие, конечно, вы это не все помните, но у вас наверняка у кого-то есть младшие братья, сестры, у вас есть знакомые, у вас много таких примеров, когда вы видите, как маленький, еще только что развивающийся ребенок, человека, начинает ползать на четвереньках. Известны такие вам случаи? Конечно, известны. Так вот, тоже не случайно, потому что мы с вами, по сути, произошли от четвероногих, четвероногие животные, которые были нашими предками. Хотя человек стал двуногим, но посмотрите, его ребенок, маленький ребенок в процессе своего развития проходит этот этап, проходит смело, осваивая окружающее, так сказать, пространство, и при этом все у него для этого есть. Вот перед вами картинка ребенок и мама. Маме крайне неудобно, наверное, да? Потому что у мамы более длинные ноги, а у ребенка маленького, посмотрите, длина руки и ноги не настолько отличается друг от друга, поэтому он свободно, спокойно может длительное время перемещаться, причем достаточно ловко. Вот, пожалуйста, ребят, еще один момент. Мы с вами все знаем, что нам, вернее, у каждого из вас есть что-то любимое в его питании. Кто-то любит больше, предположим, апельсины, кто-то любит манную кашу больше, да? Кто-то любит, значит, мясо, кто-то фрукты. Так вот, в данном случае мы с вами полностью оправдываем себя, потому что мы когда-то были с вами всеядными существами. И эта всеядность, она сохраняется в нас и сейчас. Посмотрите, пожалуйста, вот маленький ребенок сидит и спокойно, так сказать, обсасывает косточку куриной ножки, которая ему приносит огромное удовольствие. А ведь это говорит, мы ведь с вами речь идем не про хищное существо. Но дело в том, что это когда-то было в истории нашей. И это мы с вами опять повторяем. И наш ребенок невольно поступает так, как ему подсказывают его внутренние инстинкты. И поэтому мы это и замечаем. Так, следующее. Вот, пожалуйста, многие вещи, легко, так сказать, узнаваемые вами картинки из жизни, они тоже когда-то были, так сказать, и вам присущи. И это у нас до сих пор продолжается. Следующая картинка. Каждый ребенок имеет какую-то любимую игрушку. Такая же игрушка была когда-то и у меня. Я думаю, у каждого из вас есть. Так вот, эта игрушка, она сопровождает вас по вашей жизни, пока вы молоды, пока вы юные, пока вы дети. Почему же у детей остается вот эта страсть к мягким игрушкам? Она даже у взрослых сейчас есть. Потому что когда-то такое мягкое, теплое что-то всегда было напоминанием о мягко-теплом животике мамы, обезьяны. Вот, пожалуйста, перед вами картинка. И вот это опять-таки присуще нам. И то, что даже дети маленькие, когда спят, стараются уткнуться носом во что-то, это тоже то самое напоминание, когда маленький детеныш-обезьяна, уткнувшись в мягкий живот своей мамы, засыпал и спокойно себя чувствовал в полной защите. Следующее. Вот эти картинки вам хорошо знакомы. Просто вот еще раз продемонстрирую я в качестве изображений этих картинок. Дальше, следующее. Вот прекрасная, так сказать, иллюстрация того, насколько мы с вами сохранили обезьянные черты. Маленький ребеночек лазает, скажем так, по полу, ползает, и вдруг, увидев какую-то мелкую вещь, хватает ее и сразу куда? В рот. То есть за маленькими детьми должен глаз да глаз. И, естественно, ваши родители вас берегли, чтобы вы, не дай бог, там не схватили что-нибудь ненужное. Почему? Да потому что у маленького ребенка срабатывает тот же самый механизм, быстренько что-то нашел и быстренько забрал к себе в рот с тем, чтобы у тебя его не отобрали. Он не понимает этого, но он неосознанно, инстинктивно выполняет вот эту операцию. Потому что природа в нем еще сохранила вот это вот качество. Хотя мы прекрасно знаем, что ребенок и накормлен, и одет, и обут, как говорится, под защиту, но тем не менее, вот это происходит постоянно с каждым ребенком. И вы тоже не избежали этой участи. Вы тоже также, в общем-то, повторили, значит, эти вещи. Маленькие дети, играя в разные игры, вот сегодня вы говорили о том, что вы играете в детстве и прочее, они, как правило, проигрывают какие-то ситуации. Ситуации, жизненные ситуации, которые, по всей видимости, пригождались когда-то и предкам. И сейчас невольно это случается. Следующее. Ну, например, игры мальчиков и игры девочек всегда отличаются. Мальчики всегда играют, вот, посмотрите, догонялки, прятки, игры в войну, стрелялки, пулялки и так далее. Ни у одной девочки в голову не придет играть войнушку, предположим, да? А мальчики играют с удовольствием. Следующее. Зато девочки очень часто с удовольствием играют дочке матери, вот, во врачей, продавцов и так далее. Очень часто, как раз, те самые ситуации, в которые чаще всего оказывались и особи женского пола еще тогда, когда нужно было кого-то охранять, кого-то защищать, кого-то лечить, кому-то что-то доставать. И вот это до сих пор, оказывается, в подсознании сидит и у нас с вами. Так. Вот это, просто посмотрим картинки. Дальше. Дальше, здесь даже без комментариев. Вот, еще. Это вот по поводу игрушек. Дальше. Дальше, дальше. Угу. Так, и вот на этом мы с вами закончим, на этой картинке. Если вы пойдете в зоопарк, а в зоопарк вы обязательно сходите вместе с родителями, обратите внимание, что чаще всего люди толпятся и очень долго смотрят на около клеток обезьян, располагаются. Никто не стоит часами около клетки, там, предположим, с тюленями, там, или с тем же самым павлином и так далее. А вот около обезьян всегда толпа, всегда хохот, радость и так далее. Почему? Совершенно верно. Потому что в обезьяне мы видим некие свои черты. И то, что обезьяна себе, так сказать, позволила и она сохранила до сих пор, мы себе можем эти обезьяничать. Только иногда себе позволить когда-то, так сказать, на то, если родители не очень так рядом, да, пообезьяничать можем. И иногда и родители любят, когда нет детей рядышком, тоже немножко пошутить. Так вот, если подытоживать сейчас нашу с вами вот эту вот беседу, хочу сказать, что действительно, тут можно было вам очень много рассказать, еще много всяких примеров привести, но я хочу сказать, что мы действительно, каким бы мы с вами не были, каким бы мы с вами не были развитыми, оказывается, все-таки мы с вами сохраняем в себе еще качество. Следующая картинка, будьте добры, эти качества и эти, естественно, качества, может быть, еще где-то нам послужат. И последнюю, будьте добры. Ну и вот, заканчиваем это вот этой фразой. И все-таки мы больше с вами люди. Спасибо. Спасибо, поаплодируем. Субтитры подогнал «Симон»